здравствуйте сегодня все православные наши страны отмечают крещение поздравляем с этим праздником и желаем всего самого доброго и светлого в каждой русской избе прошлых веков был красный угол название его происходит от старославянского краси что означает красивый святой почетный и верхний почетное место в избе в котором находились иконы и стоял стол славяне называли будь обычно он был обращен на юго-восток в этом углу находились иконы а также ставились книги и лампадки это место отождествлялось с алтарем православного храма а стол с церковным престолом в башнице кроме икон стоял сосуд со святой водой свечи веточки освещенные вербой и пасхальные яйца войдя в избу человек сначала крестился на иконы в красном углу а затем уже здоровался с хозяев печь находилась в глубине избы по диагонали от красного угла традиционном жилище почти на всей территории россии красный угол всегда хорошо освещался так как обе подлегающие стены имели окна иконы помещали в красный угол комнаты с таким расчетом чтобы они были первым на что обращал внимание входящий человек народная пословица гласила без бога не до порога связано именно с этим входя в дом христианин прежде всего оказывал уважение бога а уж потом считается что икона не должна висеть и его нужно было ставить на специальные полочки обязательными для домашнего иконостаса являлись иконы иисуса христа и богородицы состав остальных икон выбирали обычно размещали именные иконы членов семьи особо почитаем на руси был николай чудотворец его икона находилась практически в каждом домашнем иконостасе также на руси считалось что именно в красном углу упоминальные дни пребывают души предков нашей исторической экспозиции представлены иконы серафима саровского он был монахом монастыря основатель девеевской женской обители серафим саровский родился в 1754 году в курске в семье купца в возрасте 7 лет он упал с колокольни строящегося собора но остался совершенно невредим позже заболел смертельной болезнью чудо помогло ему излечиться в 1776 году он совершил острый монахи позже стал жить в лесу в келье недалеко от монастыря в качестве подвигов и упражнений носил одну и ту же одежду зимой и летом сам добывал себе еду в лесу мало спал и очень много молился провел тысячу дней и тысячу ночей на каменном валуне читая молитвы принял на себя подвиг молчания и старался ни с кем не встречаться и не общаться после окончания обеда молчание его посещала множество людей скончался серафим саровский в 1833 году в своей келье саровском монастыре во время момент